МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей АОНПК Катрен. Федеральный сервис по поиску и заказу лекарств аптекару. Это новости на канале Антенна 7, студия Лаксенова. Здравствуйте. Воздастся по делам. Если вы не кладете по долгам, они идут к вам. Могут ли за долги отключить от водоснабжения? Назвали в честь отца. Он отдавался и грел от леда, и под шайбу кинуться, и все, что мог. Чье имя присвоили спорткомплексу Тополиной? Прояведение в лицах. У нас был в Омске, сад огромный, полисальный, у нас были животные, домашние. Как юных амичей знакомят с историей края? А также в Омске поднялась цена на бензин, а парк 30-летия в ЛКСМ вырубает деревья. Вода в омских реках поднимается в сутки до 10 сантиметров. Лед продолжает таять. На реках появляются трещины и открытая вода. Три ледовые переправы из восьми на территории области официально уже закрыли. А вот рыбаки-любители, по информации регионального управления МЧС, продолжают выходить на опасный лед. Ведомстве напоминают, сейчас это делать крайне опасно для жизни. Сегодня сотрудники Омского водоканала и судебные приставы провели рейд по взысканию задолженности с потребителей. Поставщики услуг констатируют, долги населения растут. О том, как реагируют на визит властей должники и что грозит неплательщикам, в репортаже Евгения Непанова и Артема Колесникова. Этот стук в дверь несет с собой плохую весть. Судебный пристав-исполнитель Михаил хочет ознакомить должников с материалами дела, а приходится оставлять записку. Но тишина за дверью – это надежда на быструю расплату. Ведь днем ему обычно открывают безработные должники. Говорят, будем платить, временно не можем найти работу, так-то кризис ссылается на кризис. Говорят, ищем работу, стараемся, знаем о долгах, платить не отказываемся, мы же не скрываемся. В ответ на звонок раздается лай собаки, где хозяева и когда их можно застать, кем работают и по какому адресу. С этими вопросами российским приставам помогают информированные пенсионеры. А вот агрессивные должники – особый случай. Перетягивание от двери завершается победой представителей власти. Приставы собирают данные обо всех проживающих в квартире. И если владелец платить по счетам не в состоянии, эта обязанность настигнет его близких. Если вы не платите по долгам, они идут к вам. Судебные приставы только в поселке Береговой должны обойти квартиры, которые в общей сложности задолжали уже 565 тысяч рублей. Поставщики услуги имеют право оперативно обратиться в суд. Для этого достаточно двух месяцев задержки оплаты. Законодательством не предусмотрено ограничение от водоснабжения населения. В связи с этим меры принудительного взыскания служба судебных приставов и также Омским водоканалом применяются такие, как наложение описи ареста на имущество должника, в том числе наложение ареста на расчетный счет, в том числе и пенсионные денежные средства. И также ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации. А вот Тамара Гавриловна считает отношение к должникам излишним мягким и предлагает ужесточить наказание. Да садить их надо. Это алкаши. Их садить надо. И высчитывать, и заставлять работать, и высчитывать. Вот так. По улицам Берегового разгуливают боевые коты. Здесь им куда комфортнее, чем вот в такой вот многоэтажке. Но даже за такое жилье нужно платить. Евгений Нефанов, Артем Колесников, Антенна 7. Сегодня в Омске подорожал бензин. Новые ценники выставили на заправках «Газпромнефти». Ай-92 подняли в стоимости на 20 копеек. Один литр теперь стоит 32 рубля 35 копеек. Цена других марок осталась прежней. Это уже третье повышение только за март. На фоне этого омские антимонопольщики выиграли дело против ООО «Газпромнефть» региональной продажи. В управлении ФАС считают, что компания в течение полутора лет устанавливала монопольно высокие цены на целый ряд бензинов. Арбитражный суд Омской области признал законным решением ООО «Газпромнефть» России в отношении компании «Газпромнефть» региональной продажи по делу нарушения антимонопольного законодательства. Напомним, что по данному факту нарушения на компанию «Газпромнефть» региональной продажи был наложен штраф по трем административным делам в суммарном размере 2 миллиона рублей. Впрочем, компания вправе оспорить это решение. Омичей приглашают объединиться в борьбе против плохих дорог. 10 апреля в Омске состоится автопробег, участники которого будут протестовать против «ликвидации нормального дорожного покрытия на улицах Омска», «коррупционного отмывания средств дорожного фонда», а также повышения стоимости проезда до 22 рублей в муниципальном транспорте. Автопробег запланирован провести Омский областной комитет по правам человека. Согласно намеченному плану, автоколонна начнет движение от арены Омск. Затем машины проедут по улицам Крупской, Лукашевича, Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Думская, Пушкина и Лермонтова. На театральной площади в 12 часов организаторы запланировали митинг. В автопробеге, по предварительным данным, примут участие до 500 машин. Сегодня спорткомплексу «Тополиной» присвоили имя Леонида Киселева, отца омского хоккея. 30 лет назад он вывел авангард в высшую лигу и завоевал с командой бронзовые медали. Каким запомнили великого тренера и что еще изменится в «Тополином», кроме названия, расскажет Юлия Думанова. Возложение цветов и рассказы о прошлом. Вспомнить знаменитого тренера пришли друзья и родственники. Илья – сын Леонида Киселева. Говорит, работа отца – постоянные разъезды. Самые счастливые моменты детства – это когда папа возвращался домой с подарками. Кому-то привез канадские коньки. Очень красивые. Красивая коробка. И вся семья встретили, естественно, легли спать, отдыхать после самолета, после перелета. А я залез в сумку, открыл коробку, одел эти коньки и в них ходил. Это был подарок. Естественно, весь подарок, вся красота была утеряна, утрачена. Но он не ругался. Самому Киселеву в детстве больше нравился футбол. Серьезно играть в хоккей начал в физкультурном институте. Там образовалась команда «Локомотив». В первом составе еще Юрий Синюгин и Владимир Шевченко. Они, кстати, войдут в тренерский штаб «Авангарда» в 90-х. Уже в студенческие годы было понятно, из Киселева получится большой человек. Он вообще весь азартный был. Азартный он отдавался игре вот и до. И под шайбу кинется, и все, что мог, он выкладывался на полную. Мы так не могли. Вот как он. Он очень был самотверженный. Такой боец, конечно. Но физические данные не скажу, что там у него очень такие большие. Но голы умел забивать. И все время шутил. Все время шутил. А не кто-то знал. Как шутя, в 88-м году Киселев стал тренером омского «Авангарда». За три года ему удалось вывести за урядную команду высшую лигу и завоевать бронцевые медали. Те, кто работал в это время с Киселевым, говорят, его успех в том, что он не ставил с себя высших хоккеистов. И всячески доказывал, он один из них. Ребята бежали, кроссовым с ними бежал. Никогда не плывал. Куда бежал. Он был жизненным постоянно. Я не видел его сидячими лежать. С этого момента спорткомплексу «Тополины» присвоено имя заслуженного тренера России Леонида Киселева. Выбрали именно эту площадку, потому что здесь занимаются дети будущего омского хоккея. Я знаю, что есть мнение по поводу того, что архитектурно не очень выразительно, может быть, не очень значимо. Но, еще раз повторяю, мы другой логики придерживались. Именно по содержанию его, жизненной, так сказать, креды, его вклад в развитие спорта очень созвучны с тем, что происходит здесь. Ледовая арена имени Киселева будет развиваться, пообещали власти. Преобразится фасад. Но самое главное, в ближайший год появится еще один корпус. С дополнительными спортивными залами и уличными тренажерами. Юлия Думанова и Александр Филиппов. Антенна 7. Первый парк, где дети-инвалиды смогут играть со своими сверстниками, появится в Омске. Об этом сообщили сегодня. Стройка начнется в сквере напротив университета путей сообщения. Игровая площадка станет доступна для всех. На качели и горке колясочники смогут заехать по пандусу. Всего в парке установят семь оборудованных игровых элементов. В их числе разноуровневая песочница и специальные корзины для игры в баскетбол. Сделана зона будет так, чтобы дети могли играть самостоятельно. Вторая площадка, она будет справа. Здесь расположено три элемента, но уже для более активного отдыха. Первый из них – это карусель с пандусом. Рассчитана на двух человек, также детей-колясочников. Качалка-балансир – это еще один элемент, который также самостоятельно, уже без помощи, наверное, взрослых могут использовать детки, которые пользуются инвалидными колясками. Построить такой детский парк стоит 7 миллионов рублей, но пока представители благотворительной организации собрали только полмиллиона собственных средств. Поучаствовать они просят горожан. Помощь принимается любая – деньгами, строительными материалами или предоставлением техники. Имя спонсоров разместят на табличках каждого объекта и на аллее. Обновлять зеленые насаждения начали в парке «30-летие ВЛКСМ». По плану там снесут 57 аварийных деревьев, а высадят более 500 крупномеров – тополя, березы, липы и лиственницы. Работа продолжится всю весну. Красный – как предупреждение об опасности. Этим цветом отмечены все деревья, представляющие потенциальную угрозу отдыхающим в парке «30-летие ВЛКСМ». По оценке экспертов, в условиях современного города век тополей недолг. 50-60 лет после дерева того и гляди упадет. На первый взгляд, вполне прочный ствол. Изнутри уже давно сгнил и превратился в труху. Это деревья, давно аварийные деревья. То есть их необходимо... Они были помечены уже краской и специалистами, когда выходила комиссия, что их необходимо снести. Это аварийные деревья. Потому что здесь гуляют жители, здесь зона отдыха и небезопасные. Но взамен тут же необходимо вести посадку, озеленение нашего парка. Спиленные деревья не пропадут. Тут же идут в переработку. Древесная стружка пойдет на удобрение для недавно высаженных крупномеров. Использовать ее будут в том числе и в парке «30-летие ВЛКСМ». Такая санитарная вырубка, говорят специалисты, только на пользу омской экологии омичам. Взамен одного аварийного дерева в городе будет высажено три новых крупномера. Причем в этом случае заказчик работ компания «Кедр» сначала провел компенсационную высадку деревьев, а уже после приступил к демонтажу аварийных. Работает только с проверенным подрядчиком, которому можно доверять. Это должно быть взаимообразно. То есть здесь мы сносим и сразу садим. Для того, чтобы наш парк выглядел зеленым, ухоженным, экологически чистым и безопасным. Вот на сегодняшний день имеет место быть, проходя по центральным аллеям парка, мы видим деревья, которые имеют более 60% обрушенных веток. Первый подарок жителям города компания «Кедр» сделала еще в прошлом году. Это аллея на бульваре Победы. Все высаженные тогда деревья ценных пород прижились. В этом году новая аллея из осень, лиственницы, берез появилась уже около памятника труженикам тыла. Современные технологии позволяют в короткий срок создавать тенистые уголки отдыха буквально с нуля. Так что амичам, любящим летние прогулки в самом старом Омском парке, не придется ждать, когда высаженные деревья пойдут в рост. Уже сейчас здесь в рамках компенсационных работ появилось более 210 из запланированных 564 крупномеров, причем не тополей, а деревьев дорогих пород. Оставшуюся часть высадят до 1 июня. Диафильмы, кинопроекторы, рекорд, электрон, рубин. Эти слова для современной молодежи пустой звук. Сегодня в Омском музее просвещения открылась выставка «Волшебный фонарь». Что стояло у истоков современных телевизионных видео- и фотоустройств, знает Денис Ионос. Подобные фильмоскопы знакомы всем советским семьям. Такое устройство было и в моем доме. Этот экземпляр частично не работает. Например, он уже не прокручивает пленку. Это можно делать только вручную. Ну а качество картинки не поразит искушенного Full HD 4K изображением зрителя. Таковы технологии 60-х годов прошлого века. Тусклая лампа нужна для того, чтобы не сжечь пленку. Прототипом большинства проекционных оптических устройств диапроектора, фотоувеличителя, кинопроектора является волшебный фонарь. Этот аппарат был распространен еще в 17 веке. Он состоял из деревянного корпуса с отверстием. Внутри источник света, свеча или лампада. Изображения, нанесенные на пластины из стекла, проецировались через отверстие. Первыми начали использовать это устройство священнослужители. О пугающей истории технологий и церкви, рассказала куратор выставки. Они использовали тайно эти устройства, устанавливали в алтарной части церквей. И во время проповедей внезапно на стенах церкви могли появляться какие-нибудь сущности из потустороннего мира, для того, чтобы эмоциональное воздействие на прихожан было более сильным. Это тайное оружие церкви позже станет значимым этапом в истории развития кинематографа. Кинопроектор «Украина», который использовали в 70-е годы прошлого столетия, целая установка, больше подходящая к обстановке радиозавода. Устройство воспроизводило движущиеся изображения и звук, записанные на кинопленке формата 35 мм. В качестве усилителя здесь, как и у любой проекционной установки того времени, лампа. Первые посетители выставки студенты Омского технологического колледжа с современными фотоаппаратами наперевес с интересом изучают технологические древности. Интересно, как все дошло с ничего до такого состояния, как все развивалось, очень интересно смотреть. Тут очень интересно посмотреть сами все древние пластинки. Меньше интереса вызывают телевизоры советского периода. Такие модели были во многих домах и характеристиками уже не удивляют. Зато явно превосходят современные плазмы в дизайне и используемых материалах. Дерево, перламутровые переключатели. Но без современных технологий мне бы не удалось попасть на экран унифицированного черно-белого телевизора Рекорд В312. В свое время по числу производимых и покупаемых телевизоров он стал самым массовым в СССР. Денис Онос, Александр Филиппов, Антенна 7. С непривычной стороны раскрылся знаменитый омский художник Георгий Кичигин. Он, пожалуй, впервые рассказал публике о своей личной жизни, а не о творческой. Истории из жизни услышали студенты и школьники, а также наши корреспонденты Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин. «Как он вышит, так и пишет, не стараясь угодить, как природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить?» Эти строки поэт Булат Акуджава посвятил писателю Василию Аксенову за его роман «Ожог». Сегодня же музыкальное произведение адресует омскому живописцу Георгию Кичигину, ведь его картины всегда наполнены глубоким социальным смыслом. Через них художник рассказывает зрителю о проблемах, которые он видит в его родном городе Омске. Так же, как и строки Аксенова, образы Кичигина могут обжечь зрителя. Что ж, так он видит, так он слышит. «Всегда занимался проблемами города, потому что они, опять же, связаны чисто со мной. Я очень болею за него. Я преодолеваю все тяготы, которые преодолевает город. Я ничего не скрываю ни от себя, ни от людей. Вообще, я пишу больше для себя. Если кто-то понимает меня, для меня это просто праздник. Наша профессия свободна. Мы не подчинены никому. Поэтому как-то всегда это взгляд в себя больше. И отдача уже наружу, как отражение». Акцентировать внимание на картинах автора сегодня не стали. Вместо этого студенты и школьники узнают о страницах жизни Кичигина с самого детства, из первых уст. «У нас был борцовый, сад огромный, полисальный. У нас были животные домашние. Я имею в виду собаку и не одна кошка. И все это пахло, имело какой-то вкус. Я не знаю, в детстве работает совсем по-иному человеческая память». Участники встречи оказались слушателями. Вопросы задает куратор мероприятия. Впрочем, это ребят вовсе не огорчает. Скорее наоборот. «Нам рассказывают, обычно такое на уроках, и кое-что мы знаем». «Какие-то вопросы сегодня готовила?» «Если честно, нет, мы пришли просто послушать, порадоваться». Задача этого проекта не столько просветить молодежь, сколько сказать спасибо тем людям, которые внесли весомый вклад в культурное развитие Омска. «Показать им свою любовь, свое уважение, очень важно. Это получается обратная связь. Они своим творчеством, они своими работами, своей деятельностью заряжают нас, обогащают нас, и они должны понять и подпитаться от нас. Мы гордимся, мы любим, мы горды, что живем с ними в одном городе. Важно сказать людям при жизни это все. Понимаете, когда это говорится в догонку, когда человек уходит, наверное, это неправильно». Георгий Кичигин первым услышал слова благодарности. Впереди новые персоны. Следующим героем встречи в библиотеке имени Пушкина станет омский микроминиатюрист Анатолий Коненко. 22 апреля он представит Амичам две своих эксклюзивных работы, которые посвящены Омску. По словам сотрудников библиотеки, до этого их никто и никогда не видел. В тени Атуечкина и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Серия ярких поединков в первенстве Омской области по карате. На татаме Дворца молодежи состязались 260 спортсменов. Победители получили право представлять наш регион во всероссийских соревнованиях. Гибкая тактика и высокие удары ногами. Это стиль лучших спортсменов турнира. Стать лидером в многочисленной и ровной по составу категории очень сложно. В начале марта Семен Грачев, он в кимоно с красным поясом, обыграл своего главного конкурента со счетом 8-0. От первенства региона соперник Владимир Бобров сделал выводы. Здорово держал дистанцию 0-0 за минуту до удара гонга. В решающие секунды Грачев сумел быстрее найти выигрышную тактику. Прессинг в атаке, высокие удары ногами, победа. Соперник был сильный. Я знал, как против него действовать. Я делал раскачивание, перемещался в стойку, в другую. Делал, кидал ноги, высокий, и при этом выиграл. Тактической изобретательностью блюснул и другой перспективный омский каратист Владислав Саракалетов. В стартовых поединках соревнований юный спортсмен выигрывал за счет своих лучших качеств. Скорости, смены стоек, молниеносных атак с быстрым уходом, начиная с четвертьфинала, уровень соперников начал расти. Влад сумел быстро перестроиться, нашел выигрышную тактику. В финале был сильный соперник. Я к своей лучшей технике и перемещениям добавил еще короткий удар. Я пытался подавить соперника своей мощью и силой. Я сделал броски, и я рад, что я выиграл. Максим Конченко придумал победную стратегию вместе со своим тренером Александром Беликом. Выиграл за счет мыслей и выдержки. При равном счете Максим брал выверенную паузу, заставлял соперника пойти вперед, раскрыться и успешно контратаковал. В этом премьере я победила из-за своего тренера Александра Беликова. Я хорошо передвигался и пытался не перебить соперника, а переиграть. У меня хорошо получались удары ногами, в голову. Мне понравился мой результат. Разные тактики, хорошая техника, а в результате у нас есть на кого рассчитывать во всероссийских соревнованиях. Ребята гармонично работают как с ближней дистанции, так и с дальней. Плюс к этому используют бросковые приемы и подсечки и заходы. Состав нашей команды практически определен. Все сильнейшие спортсмены турнира представят регион на первенстве России. Финальный турнир пройдет с 23 по 25 апреля в Липецке. Владимир Ростомин, Александр Филиппов, Антенна-7. На этом выпуск завершен. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте антенна7.ру и в группе новости ВКонтакте. До встречи. АПТЕКА.РУ Все закажем на АПТЕКА.РУ АПТЕКА.РУ Всегда выгодно. Неверно рассчитан тариф? Ошибка в счетах за коммунальные услуги? Дорогу у дома не ремонтировали уже несколько лет? Звони в АПЛОД 90 11 11 10 апреля в Омском Фьюзе звезда российского шансона Михаил Бублик Одна из крупнейших итальянских банковских групп. Группа Интеза Сан-Паоло в России. Банк Интеза. МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТИ